Их творчество находит положительный отклик среди самых отчаянных критиков старой школы. Одинцовская рэп-группа «Лови майк» – обладатели гран-при на фестивалях «Ритм моего города» и «Рэп-мьюзик 25 лет». Здравствуйте! В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. Сегодня в нашей студии Александр Симонов. Привет, Саш! Привет, Стой! Рассказывай, как вам удалось найти путь к сердцам критиков, отчаянных критиков старой школы? Ну, наверное, как поговорка «хочешь сделать хорошо» или как-то... Ну, короче, мы стараемся делать хорошо, а делать это классически хорошо. Мы не следим за модой, не идем в тренды, а делаем именно настоящий классический рэп. И так случилось, наверное, что те люди, которые были судьями на этих фестивалях, понимают, что такой настоящий классический рэп, и им это понравилось. А что такое настоящий классический рэп? Ну, это тоже понятие всех разное. Сейчас рэпом, в общем-то, мне кажется, любой речитатив – это все сразу рэп. Сейчас даже не рэп, это уже рэп, а мы, ну, классический, ну, это, скажем, 90-е годы, конец 80-х, начало 90-х, тогда была золотая эра этого направления в Штатах, ну, вот, и где-то в 2000-х это уже перешло к нам, ну, набрало обороты в 90-х, это, конечно, тоже было. Но мы стараемся делать вот примерно такой продукт. Вот как давно ты для себя открыл рэп? В 2000-м я написал первый куплет, по-моему, в 2001-м у нас было на День молодежи первое выступление. Ну, и с тех пор рэп – это неотъемлемая часть твоей жизни. Вот почему не изменил? Вот что тебя так влюбило в это направление? Все должны чем-то заниматься, помимо работы, семьи и всего остального, правильно? Ну, вот, я бы с удовольствием не занимался работой, занимался только этой музыкой. Ну, как-то вот влюбил, не знаю, понравилось, много лет делаем, и я уже просто не представляю себя без этого. Но, мне кажется, пока мы этим занимаемся, мы еще молоды, хотя уже все дядьки с детками и так далее, да? Ну, в душе мы как будто еще те юнцы. Вот, кстати говоря, как твоя семья относится к твоему увлечению? Работа, да, дети – это все занимает время, и тут еще увлечение. Почему увлечение такое серьезное? Как находишь время, силы, понимание? Ну, как-то приходится находить, я не знаю, это как отдушина, знаешь. Мне даже, если мне надо работать, я все равно, так сказать, передохну и пойду на студийку, запишу куплетик, вот, просто отдохнуть. Там и силы, наверное. Без этого будет утопия просто. Ловимайка, что это за группа, кто в этой группе, рассказывай, когда образовалась? Ну, образовались мы в 13-м году, у нас раньше коллектив был в тени. Помню. И вот был Саша Ганс, некий. И мы с ним собрали очередную студийку, просто для того, чтобы записываться, потому что материала скопилось много. Наш коллектив в прошлое распался. За этот период я там два альбома записал. Ну, Санек на меня смотрел, наверное, мы тоже хотели. То есть альбомы были сольные? Да, да, но после распада в тени. Группа. Ну, и мы с Аней позаписывались, там материал скопился, и решили, что нам надо сделать дуэт, скажем так. И все, мы записали порядка пяти альбомов, там, эпи, не эпи. Ну, Растем, еще с нами теперь в команде Хайджек, известный. В нашей студии человек. И Константин, еще наш друг. Ну, то есть мы уже формируем некую команду, стараемся выступать не только в Одинцово, в Москве, а ездить по России куда-то, куда приглашают. Ну, в общем, растем, развиваемся, стараемся. А почему тебе не нравится работать соло? После группы были сольные альбомы, но все равно вернулся в группу. Ну, я это уже попробовал, во-первых. Во-вторых, я считаю, что мы сделали наш проект, выбрали направление, в каком мы работаем. Мы побили рекорды группы в тени, десятилетние, да, с большим преимуществом. У нас хороший продукт, Саня вообще отличный MC. Мы выбираем музыку очень тщательно. В общем, мне нравится с ним работать. Про спортсменов обычно говорят, да, команда сыграна. Вот, наверное, то же самое, может, и про музыкантов. Как вы находите общий язык, никто ли не тянет отдельно на себя? Да, все удивляются, как мы друг друга понимаем, потому что, когда мы выступаем, наша основная фишка – это именно живые выступления. Но вот есть энергетика, мы получаем огромное удовольствие, и публике это нравится. Наверное, это тоже очередной фактор победы на рэп-мюзике и на ритм моего города. Ну, то есть вы против фонограммы? Определенно. Почему? Ну, это не настоящее. Лучше охрипнуть и забыть слова, чем смотреть, как кто-то открывает рот и называет это рэпом. Ну, рэп не может быть под фонограмму. Хотя идет время, мы ездим на некоторые концерты и видим, что ребята занимаются такой ерундой. Я раньше думал, это только в попсе. Но нет. Ну, сейчас вот там рэп, хип-хоп немножко опопсил, если можно так сказать. Нет? Ну, я бы уже даже не назвал это ни рэпом, ни хип-хопом. То есть это вот оно и есть. Да, хип-хоп – это всегда было, ну, это же культура, да? Но если относить в плане музыки хип-хоп, это что-то такое больше танцевальное. Это такая масса. Короче, у меня свое понятие классического хип-хопа, скажем так. Ну, то, которое не совпадает. Поколение, которое растет сейчас, они, наверное, иначе на все это смотрят. Для них там Моргенштейн, допустим, рэпера, я не вижу ничего даже схожего с этим. А вот есть такое желание угодить публике? Вот, да, собственно, и пошло по пути попсовость для того, чтобы угодить публике. Вот у вас такого желания нет? Нет, для угодить точно нет. Иногда интересно просто ради эксперимента. У нас были несколько песен по танцевальной музыке, там хаос, условно, да? Ну, это все ради эксперимента, попробовать себя. Потому что, ну, интересно писать разные купли. Это не в одном такте, так сказать. Поэтому, ну, пробуем. А так, чтобы угодить, нет. Мы довольны, наша публика, она у нас маленькая, но... Зато настоящая. Зато настоящая, да, да, и те люди, которые ценят вот именно такое звучание. А о чем ваша композиция? Ой, часто говорят, что это рэп о рэпе. Рэп о рэпе... Читала сегодня такой комментарий. Это репрезент, да. Что такое репрезент? Это очень хороший бит. Очень классный речитатив. Это вот, допустим, я слушаю американских рэперов, да? Я не знаю английский язык, ну, какими-то фразами. То есть я не понимаю, о чем они читают. Но мне нравится в совокупе, как все это звучит, его подача, там, как он играет этими словами. Ну, по факту мы пишем, наверное, что-то такое, репрезенты, то есть, я рэпер, взял микрофон, ну, что-то примерно такое, и это круто, ну, разумеется, обо всем читаем, и о пережитых моментах, о стране в целом, какие-то социальные темы, все поднимаем, все, что придет на ум, о чем хочется сказать. Я прочитала интересную фразу, что когда ты счастлив, ты слышишь музыку, а когда ты несчастлив, ты слышишь текст. Как ты думаешь, имеет место в жизни такое? Я всегда слушаю текст. Любая песня, даже если попсовый первый раз играет на радио, я сижу и вслушиваюсь, что там поют. И как? Счастлив, несчастлив. Ну, бывает нормальный посыл, бывает, ну, прям совсем смешно. То есть, и рифмы слабенькие, там, любовь-морковь, там. Ну, любовь-морковь по современным меркам это еще ничего, знаете ли, бывает всякое сейчас в песнях, поэтому удивляться не приходится. Недавно у вас состоялся большой концерт, я так понимаю, что он онлайн проходил. Вот расскажи, как это артисту выступать, не видя голоса зрителя, да, качать-то некого, как вот это вот. Мы решили сделать это, потому что, ну, была пандемия, мы изначально хотели это сделать раньше, там случилось, что один, там, второй переболел и так далее, все это откладывали. Пандемию затронуло. И хотели сделать именно онлайн, потому что живьем людей не собрать, ну, плюс не рисковать здоровьем ни своим, ни друзей, ни других людей. И попробовать, как это. Ну, конечно, это немного непонятно. Ты никого не видишь, не видишь реакции, ничего. Ну, поработать было интересно, короче. Ну, такой опыт. В принципе, нас посмотрело много людей. Только позитивные отзывы. Тиражировать этот формат дальше будете? Или вот пока пандемия так, а потом все-таки живые концерты? Да, в первую очередь, конечно, живые. Но, может быть, мы еще сделаем. Потому что это интересно для регионов. Как бы те, кто живут в Москве, могут прийти. Географируйте. Концерт, да, проблем нет. Ну, вот, а очень много людей, ну, там, допустим, с Дальнего Востока, ну, кто же приедет. И когда мы туда попадем, неизвестно. Ну, вот, поэтому при желании он может, ну, либо запись помолить, либо прямо онлайн написать какие-нибудь вопросы, там, и так далее. Это интересно. Я так понимаю, что сейчас у вас снимается клип. Он уже снялся. Уже снялся. Расскажи, на какую композицию, где снимали. Это композиция «Добавь звука». Это та композиция, с которой мы выиграли «Ритм моего города», и та, с которой мы выиграли «Рэп-мьюзик». Вот, композиция, ну, скажем, очередной репрезент, который многим нравится. А, кстати, вышел винил еще с этой композиции. То есть мы максимум ударились в эту композицию, и вот сняли клип. Когда премьеру ждать клипа? 15 мая мы планируем презентацию и премьеру клипа. Где все это будет происходить? Пока не буду говорить. Пока это будет секрет. Да. Следите за социальными сетями. Да, 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 обзавьте вся информацию. На чем вы сейчас работаете? Альбом. Мы пишем альбом, хотим сделать альбом, как мы его называем, хитово-фитовый. Повзаимодействовать с артистами, ну, скажем так, на ком мы росли в свое время. Нам посчастливилось записаться с «Эйсиком», это из Краснодара. Рэпер очень известный. Вроде шеф Влад Валов нам тоже заднюю не дал, говорит, давайте сделаем. Ну вот, крип-крип вроде откликнулся. Ну, в общем, такие, хотим поработать с именами, с людьми, которым огромное уважение. И вот сделать такой вот альбом, расширить его. Потому что в основном все наши альбомы ходили, вот где мы вдвоем, ну, максимум там пару совместочек. А тут мы хотим весь альбом сделать. А концерт планируете? Ну, вот презентация альбома, да, у нас планируется. Не альбома, а клипа, прошу прощения. Вот, и сейчас ведем переговоры. Может быть, в Ялте будет концерт, в Нижнем Новгороде и Питере. Пока так. И такой гастрольный тур. Мы ведем, да, переговорчики идут пока. Да, Саша, спасибо большое, что пришел к нам сегодня в студию. Желаем вдохновения и творческих успехов в группе. Мы будем следить за вашим творчеством. Спасибо, всегда рады. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok